Привет всем! В этом видео я расскажу о книгах и расскажу о своем сайте. Я знаю, что вы очень долго ждали этого видео. Вы очень часто меня спрашиваете, чтобы я вам скинул весь список книг, и сегодня я его вам дам. Также я расскажу о своем сайте. Я уже его давно выкатил, но с этого сайта нет никакой пользы. Это просто информативный сайт. Итак, перед вами весь список книг. Может были еще книги, о которых я забыл, но это самые основные книги. Перед тем, как я перейду к книгам, я хочу вам рассказать о фильмах. О тех фильмах, которые очень сильно повлияли на мое мышление. Это фильм Секрет. Узнал я об этом фильме еще в школе, потом забыл о нем и посмотрел его только в универе на третьем или четвертом курсе. И потом начал смотреть весь цикл фильмов Секрет. Это Код Моисея, Передай дальше лучше, чем Секрет. Секрет 2, Крольчья Нора. И еще, по ходу, был фильм Опус. Эти фильмы очень сильно на меня повлияли. Я потом начал смотреть очень много мотивационных роликов. Дальше я начал слушать аудиокниги. Тогда я хотел очень сильно денег и прослушал книгу Брайан Трейси «21. Непреложный закон денег». Потом «Как говорить с кем угодно и о чем угодно». «Психология успешного общения». И книга «Достижение максимума» Брайан Трейси. Это очень сильная книга. Советую вам всем обратить на нее внимание. На основе этой книги я создал свои утренние и вечерние молитвы, свои утренние праймы. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. Я счастлив, я здоров, я богат, я любим, я себе нравлюсь. Вот эти вот все фразы я использую в своих праймах. О них я узнал с книги «Достижение максимума». Очень сильная книга. Эту книгу я перечитал три раза, когда мне было плохо, когда я приехал с Харькова, когда мы расстались с девушкой. Она осталась в Америке. Помню, я тогда приехал к своим родителям. Мне вообще просто тогда жить не хотелось. Сидел просто на берегу реки и слушал эту книгу. Просто и сидел пять часов на берегу реки и слушал эту книгу. И так я приходил каждый день и слушал эту книгу. Там есть очень сильное высказывание про любовь, что все беды в мире из-за недостатка любви. Теперь перейдем к книгам, которые я начал читать на своей съемной квартире. Вот первая книга, которую я купил, Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне». Мне очень нравится эта книга. Очень сильная книга и она очень простая. Далее, Наполеон Хилл «Думай богатей», Марк Фишер «Секрет миллионера». Эти все книги есть на моем канале. Кто не знает, у меня есть канал с книгами. Его я тоже оставлю в описании. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Об этих книгах я говорил. Это как раз те книги, которые очень сильно повлияли на мое мышление. Дальше. Еще я прочел две книги. Роберта Кийосаки. Далее, Роджер Сайб «Развитие мозга». Эта книга тоже есть в аудиоформате у меня на канале. Она мне сильно понравилась. Потом была книга Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай». Дальше. Вот Эстер и Джерри Хиггс «Закон притяжения». Я очень люблю книги по психологии. Вот для некоторых из вас эта книга вообще может показаться полным бредом. Но я в такое верю. И я со всех книг беру то, что мне нужно. Даже если в этих книгах на первый взгляд вам может показаться полный бред, вы все равно можете из них извлечь пользу. С этой книги я взял для себя очень классную вещь. Я и сейчас ней пользуюсь. Это секрет стопроцентного привлечения денег. Это 100-долларовая купюра в кошельке. Это видео. Также у меня есть на канале с книгами. Кому интересно, посмотрите. Дальше. Эту книгу я тоже еще слушал в универе. Потом я ее купил, прочел «Как перестать беспокоиться и начать жить». Очень сильная книга. Я ее даже посоветовал своим родителям. Дальше. Алик Новак. Книга, которой нет. Бода Шефер. Очень крутые книги. Вот закон победителя. Мани или азбука денег. Они тоже очень простые. Но с этой книги, вот именно с этой книги, я взял очень много крутых фишек, которыми пользовался и которые помогли мне добиться успеха. Это дневник успеха. Я тогда ввел дневник успеха. Я вот его вам подготовил. Вот этот дневник успеха. Я ввел дневник успеха. Давайте я вам прочту. Там нужно было писать все достижения за день. Я начал его ввести 13, 11, 16. Итак, первый успех. Купил симку. Тогда у меня забанили страницу в ВК. Я купил симку. Представляете, это для меня был успех. Второе. Заработал 40 долларов. 40 долларов. Тогда я разводил Олимп и заработал 40 баксов. И третье. Набрал 50 лайков и 400 просмотров за день. Это для меня был успех. Четырнадцатое. Получил деньги. Не знаю, что за деньги я получил. Второе. Много узнал о визе. Я тогда собирался в Америку. И третье. Хорошо позанимался на стадионе. Вот. Вот такой для меня был тогда успех. Это 14, 11, 16. Дальше. Еще с этой книги Мани или Азбука денег. Я тоже узнал очень интересный принцип. Как прокачать свой мозг. Как начать тратить деньги как миллионер. Я тогда завел себе блокнот. Начал писать сумму и начал тратить. Это очень сильно влияет на ваше мышление. Дальше книга Уильям Аткинсон. Закон привлечения силам мысли. Потом Стив Фарбер. Полный улет. Тоже очень интересная книга. Экстремальное лидерство. Также очень интересная книга Джо Виталия. Величайший секрет. Как делать деньги. Чем больше ты отдаешь, тем больше денег ты получаешь. И вот самая крутая книга. Это Стивен Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. Я считаю, что эту книгу нужно читать в конце. Это очень сильная книга. Когда ее перечитывал, я с каждым разом смотрел на эту книгу по-другому. Так всегда. Когда вы перечитываете книгу, вы на нее смотрите по другим углом. Так что перечитывайте книги. Это тоже очень полезно. Вот одни из последних книг, которые прочел Джо Диспенза. Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели. И я вам говорил, что я очень люблю книги по психологии. Тоже здесь очень много интересных фишек. Дальше книга Дмитрия Портнягина. Трансформатор. Я ее прочел только из-за того, потому что я сам хочу написать книгу. И вот хотел посмотреть, как он это сделал. И вот книгу, которую я читаю сейчас. Это книга Тони Робинса. Разбуди в себе Исполина или Исполина. Я вообще не знал этого слова. Исполин это великий человек. То есть разбуди в себе великого человека. Может какую-то книгу я здесь упустил. Я, кстати, очень много слушал аудиозаписи. Очень много я посмотрел курсов. Очень много я посмотрел видео, как заработать денег. Я там молился на стакан с водой. Я смотрел черную точку на стене. Блин, я столько медитировал. Я столько делал всякой херни. Вы даже и представить себе не можете. Обо всем этом, если вам интересно, я расскажу на своей встрече, что именно я делал. Может просто кто-то думал, что я прочел тысячу книг о деньгах. Нет. Вот. Эти все книги. Но эти книги очень сильно на меня повлияли. Их я оставлю в описании. Теперь переходим к сайту. Перед вами мой сайт. Видите? Instarting.com. Почему-то эта херня не работает. Короче. Давайте по вкладкам. Вот так вот выглядит мой сайт. За него я отдал, блин, шесть тысяч баксов. Да, может я лоханулся. Ладно. Страница об авторе. Мой опыт. Блог по трейдингу. Фотки с путешествий. Посмотрите. Просто информация обо мне. То я чем занимаюсь, сколько зарабатываю. 30 тысяч в месяц я зарабатывал. Уже зарабатываю где-то до 50. И на этом не собираюсь останавливаться. Да, моя цель. Так и остается. 100 тысяч долларов в месяц. Дальше. Отзывы. Можете написать отзыв. Статистика. Так. Переходим к сигналам. Изначально этот сайт был для сигналов. Вот. Так выглядели бы сигналы. Вот. Голосуем убыток. И сигнал у нас красный. То есть, если люди проголосовали 50 человек за убыток, а 40 за прибыль, сигнал красный. Если 50 за прибыль и 20 за убыток, сигнал зеленый. Вот. Но на данный момент этот сайт вообще не соответствует моим требованиям, моей политике. Потому что я очень много внес изменений в сигналы. Я провожу каждый день конкурсы. Здесь я уже конкурсы не смогу ставить. Я скидываю скрины своих сделок. Здесь это сделать тоже нельзя. Я провожу опросы. Опросы здесь делать тоже нельзя. То есть, уже функционал этого сайта не подходит. И поэтому нужно еще внести 2000 долларов, чтобы доработать, чтобы полностью создать весь функционал такой, как ВКонтакте. Понимаете, да? Вот. Статистика сигналов. Вот. Например, за 16 марта. Плюс, минус, плюс, минус, минус, плюс, плюс. Можно смотреть в плитке. Вот. В списке. В плитке. Здесь сигналов никогда не было. Это просто. Статистика. Вы даже сюда не зайдете. Если вы нажмете на эту вкладку, я сижу сейчас с админа, у вас вот так вот будет все выглядеть. Ничего здесь писать не нужно. Ничего не работает. Здесь сигналов нет. Дальше переходим во вкладку стратегия. Я даже не знаю, что это за стратегия, откуда она, кто ее сделал. Статьи. Здесь мотивационные статьи, которые я публикую на своем канале в Телеграме. Вот. Нажимаете. Читаете статью. И вкладка книги. Самая полезная, наверное, вкладка на этом сайте. Здесь вы можете скачать книги. Все книги я собрал в одном месте. По мотивации это все книги, которые я прочел. И книги по торговле. По торговле. Я не прочел всех этих книг по торговле. Я прочел вот. Малая энциклопедия трейдера. И технический анализ. Полный курс. Вы можете скачать какую-то книгу. Нажимаете скачать книгу. И вот полностью вся книга в PDF формате. Давайте скачаем эту книгу. Вот. Кто интересовался книгами, добро пожаловать на мой сайт. Вот и все. Просто информативный сайт. Конечно же, было бы удобно, чтобы все было на этом сайте. Сигналы, конкурсы, статьи. Но социальные сети тоже вести нужно. О них забывать нельзя. Это очень много гемора. Сейчас, кстати, у нас столько проблем. Я думал, что когда я буду всеми руководить, когда я буду раздавать всем обязанности, будет круто, у меня будет много свободного времени, но нет. У меня этого времени стало еще меньше. Это очень сложно. Я сейчас превратился, блин, в оператора своего бизнеса. Я все контролирую. Туда зайду, там что-то не работает. Там пост опубликовали не в то время. Там модератор что-то натупил. Там еще что-то не так. Единственное, что я не могу делегировать, это видео и сигналы. Я, блин, сотрудничал с многими людьми, которые мне помогали монтировать. Никто не может смонтировать видео так, как я хочу. И я сейчас на это очень много трачу времени. Дальше социальные сети, консультации, организации мероприятий. Тоже это все занимает очень-очень много времени. Но я думаю, каждый проходит через такой этап. И я просто обязан с этим справиться. И вы не думаете, что вот я сижу, ничего не делаю. Нажимаю две кнопочки, получаю деньги. Нет. Я очень много трачу на это все времени, чтобы так зарабатывать. Плюс я пытаюсь писать свою книгу. Плюс я тестирую платную стратегию. Я пишу свою стратегию. Я очень много времени трачу на статистику. Я собираю очень много материала. Я очень много времени трачу на практику. И сейчас просто у меня нет времени. Так что на этом я с вами буду прощаться. Всем денег, всем счастья, всем удачи, всем любви. Спасибо вам за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной. Подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. И вся нужная информация в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok